Кесарята – это дети, рожденные путем кесарево сечения. Они могут отличаться от своих сверстников, но, как правило, разница заметна только в первую неделю-две после появления на свет. Они более апатичны, склонны к желтушкам и инфекционным заболеваниям. Особенно заметны кесарята после экстренных операций, так как до момента хирургического вмешательства такие крохи могли уже испытать стресс в родах. У детей не так быстро формируется эмоциональная связь с мамой. По мере взросления такие дети ничем не отличаются от других, особенно при надлежащей заботе со стороны родителей. Мнение о том, что такие малыши получают баротравму в родах, не имеют никаких оснований и является всего лишь мифом. Детей, рожденные путем кесарево сечения, называют кесарятами. Хирургическое родоразрешение вызывает множество споров относительно вреда и пользы для ребенка. Малыш, рожденный путем кесарево сечения, может столкнуться со следующими проблемами, но может и не столкнуться. Это нарушение первой адаптации ввиду отсутствия прохождения через естественные родовые пути. Организм ребенка не заселяется бактериями в должной мере. В первые дни зачастую ребенок не прикладывается к груди из-за слабости организма матери после операции. Медленный набор веса. Замедление физического развития. Запоздание, становление некоторых рефлексов и развитие нервной системы в целом. Снижение иммунитета. Формирование слабой эмоциональной связи с матерью. Токсичное влияние препаратов для наркоза на малыша. Недоразвитие легочной системы, слабый первый крик и раскрытие легких. Снижение адаптационной способности к стрессам в будущее. Частое рождение недоношенными. Операцию проводят во многих случаях раньше обычного срока родов. Особенно выше риск проблем у детей, если операция была проведена по экстренным показаниям или если в ходе первых этапов естественных родов ребенок уже получил осложнение, а потом было проведено кесарево. При плановой операции риск нежелательных эффектов на детский организм компенсируется полноценным уходом, питанием и заботой матери в первые месяцы жизни. Эмоциональная связь ребенка после кесаревой и матери формируется замедленно. В естественных родах происходит мощный всплеск гормона окситоцина, отвечающего за нежные чувства и привязанность к ребенку даже вразрез собственным комфортом. В ходе кесарева такого большого выброса не происходит, поэтому женщина менее склонна к материнской любви и заботе. Но не стоит забывать, что это все индивидуально. Также в первые сутки после операции затруднено грудное кормление, которое в норме усиливает связь матери и ребенка. Чтобы преодолеть эти проблемы, маме следует чаще держать ребенка на руках, разговаривать с ним, самостоятельно ухаживать за малышом, кормить грудью по требованию и прикладывать к груди. Существует распространенное мнение, что в процессе извлечения малыша из утробы матери в ходе операции на ребенка воздействует очень резкий перепад давления, и он получает баротравму, сопоставимую с погружением акваланга. Однако это не так. Не существует научных данных, доказывающих такое воздействие. В ходе естественных родов малыш также меняет среду обитания и подвергается давлению в родовых путях, что никак не сказывается на его здоровье. У детей кисарят чаще случаются проблемы с иммунной системой, чем у обычных детей. Дело в том, что организм ребенка в ходе операции не получает нужную дозу бактерий из родовых путей, а также малыш не кормится грудью в первые сутки после операции. Первое молоко обычно приходит с некоторым опозданием, а в нем содержатся все основные антитела и прочие соединения, необходимые для защиты организма в первые дни и месяцы жизни. Недостаток питания приводит и к проблемам с пищеварением и риску развития атопических состояний, что скажется негативно на функции иммунной системы в будущем. Но это характерно не для абсолютно всех кисарят. При полноценном питании и уходе, а также общеукрепляющих мероприятиях, ребенок может вырасти без сбоев в иммунной системе. Отличить кисаренка от других детей можно только в первые дни. Такие дети, в отличие от обычных новорожденных, имеют более низкую массу тела, проявляют слабость и вялость первых рефлексов, медленно набирают вес, могут иметь признаки желтухи, часто страдают гипоксией, беспокойно спят, имеют нарушение стула. Чем отличаются кисарята от обычных детей в дальнейшем? В дальнейшем кисарята также могут отличаться от обычных детей. В развитии малыш может запаздывать в первые месяцы жизни по физическим и особенно психическим показателям. Ребенку требуется больше внимания для развития основных навыков и закрепления рефлексов. Часто у детей после кисарева формируется синдром гиперактивности. Этому нарушению способствует недостаток родительской заботы в первые годы жизни. Отдаленные последствия в психологии могут привести к затруднению адаптации к новым условиям, особенно в стрессовых ситуациях. Такие дети больше подвержены негативному влиянию сверстников и с трудом завоевывают авторитет. Но часто малыши, рожденные путем кисарева, не отличаются от обычных при должном уходе и воспитании. Узнать кисаренка среди других детей, рожденных естественным способом только по гиперактивности, невозможно. На формирование этого отклонения влияет как наследственность, так и среда обитания, в особенности родительская забота. Ребенка после кисарева важно воспитывать правильно. Малыш нуждается в особой заботе и внимании, но мама не должна переходить в этом грань и излишне его баловать, усугубляя эти проблемы с адаптацией в дальнейшем. Полезно играть в развивающие игры, поощрять самостоятельный выбор занятий и увлечений, поддерживать интерес к физической активности, не ругать за ошибки, но и не поощрять капризы. В случае кисарят очень важна тонкая грань между этими воспитательными процессами, не пренебрегать помощью психолога при необходимости, давать ребенку сделать что-то своими руками, развивая мелкую моторику, с раннего возраста приучать к переменам, обстановке, окружающих лиц и занятий. С малышом следует начинать играть с раннего возраста. Игры могут быть разнообразными, но они должны развивать логическое мышление, быть яркими и наглядными, помогать в развитии мелкой моторики, задействовать физическую активность, помогать в адаптации к переменам. Игры для кисарят не имеют специфических различий от обычных детей. Важно вводить игровые приемы соответственно уровню психического развития, чтобы не перегрузить нервную систему малыша. Для укрепления иммунитета большую пользу приносят подвижные игры с родителями на свежем воздухе. Большое значение в нормальном развитии таких детей играет роль родителей и ближайшего окружения. Семья должна поддерживать маму после операции для установления тесной эмоциональной близости. Продолжение следует...